Русские санскрит Русские санскрит Русские санскрит А трехминутные такие завороты, что мы еще скромные люди, может оказаться. Поэтому есть некоторая реальность, и нужно уметь, так сказать, то, что неизбежно, уметь как-то с этим, а спокойно рядом находиться. Ну вот дождь, понимаете, ну что на него ругаться на дождь, ну он мокрый, но это нехорошо. Ну вот это значит, что, так сказать, это некоторая, моя попытка руководить окружающим миром. Ну как дождь, если меня раздражает дождь, что это значит? Я пытаюсь стать выше дождя. Какое право он имеет идти? Ну это некоторые неумолимые вещи, то есть дождь идет, и либо я, так сказать, беру зонтик, там мокну, и спокойно все это переношу, либо я все время злою на этот дождь, ругаюсь и пишу жалобу в гидромедиа-центр. Потому что они вообще все обнаглели, мы, главное, наши налоги на них платим, а толку никакого дождь все равно идет не вовремя. Это получается, это насилие, да? Это не насилие, это некоторая наша попытка стать выше людей. Это не насилие даже. Насилия тут большого нет, потому что если вы будете его проявлять, то еще эти слова будут громче и больше, и они все равно победят. В этом плане нужно быть аккуратным, потому что насилие только все еще хуже совершит. Тут надо увидеть эту тонкую себе причину, попытка контролировать окружающий меня мир. Есть вещи, которые я могу контролировать, то есть это я, это дети в маленьком возрасте, это подчиненные, то есть какие-то вот такие ученики, может быть. Это реально тот круг, который я могу контролировать. И тут моя обязанность контролировать, тут не мое право контролировать, тут моя обязанность контролировать. Уже более дальний круг, уже соседи, там, так сказать, вот, товарищи по даче, еще что-то, вот их уже сложнее контролировать. И обязанности такой нет, то есть это не является нашей обязанностью, их контролировать. А то, что меня раздражают окружающие люди, ну это не их проблема, это, собственно говоря, моя проблема. Я же раздражаюсь, им-то нормально, раздражаюсь-то я, то есть тот, у кого болит, у того и проблема. Поэтому мы должны понимать, что мир, в общем-то, неудобный по определению. Есть вещи, на которые мы можем влиять, то есть если наш ребенок будет материться, тут ему надо по губам мокрой тряпкой. Это всегда полезно. В любом возрасте. Ну, в зависимости от возраста, мокрота тряпки должна различаться. Скажем так, тут вы уж сами определяете. Но это реально ваша задача, то есть тут как бы вы... На Востоке есть такое выражение, оно сейчас почему-то не нравится современным психологам, но оно есть. А пожалеешь палку, потеряешь ребенка. Очень строгое выражение, но это факт. То есть, а ребенок это время строгого воспитания, его нужно в таком более-менее серьезном духе воспитывать, чтобы потом ему жить. Если его так, в общем-то, не воспитаешь, понятно, что это нужно все делать с любовью, вовремя, правильно, гармонично. Но это не должно быть, но сентиментально. Что, ну ничего, разлук сматерился, но маленькие не понимают. Подумаешь раз в день, чего материться, это же немного. То есть, нужно понять, что да, есть зона нашего влияния, то есть я сам не должен материться, мои дети не должны материться, мои подчиненные не должны материться, мои ученики не должны материться. Тут я как-то могу влиять на все это. Но пошел второй круг, соседи, они могут в принципе материть сколько хотят. И нет у меня, во-первых, никаких способов влияния, а кроме как дождаться того, что мне дверь подожгут, в конце концов, и у меня начнется уже реальная с ними война, если я буду слишком сильно идти на этот конфликт. Потому что люди же иногда пьют, а когда они выпивают, им хочется проявить свою агрессию. И тут нужно получить неприятные эффекты. То есть, есть такое правило, самыми ближними сильно не ругаться, потому что они знают все наши слабые места. И нет хуже врага, чем бывший друг. Поэтому с соседями точно наругаться нельзя. Какими бы они не были грустными, или скажем даже веселыми, с ними все равно лучше не ругаться, потому что они реально ближние, и от них будут самые большие проблемы, если у вас начнется конфронтация. Нет более страшных склок, чем между соседями. Это просто вот такие ужасы начинаются. То есть, жизнь портится однозначно. Причем надолго. Поэтому, ну, бывает, да. Ну, то есть, поймите, что люди, для людей многие поступки, которые нам кажутся плохими, в действительности не являются плохими. То есть, у них это реальная жизнь. Для них это не считается каким-то пороком. Это их реальная жизнь, они так себя реально чувствуют. То есть, это их реальный уровень мышления, реальный уровень поведения. Это, знаете, это как вот человек с хорошим слухом. То есть, что ему делать, ну, когда рядом поет человек и не попадает в ноты? Что ему делать? Застрелиться? Или застрелить того, кто поет? Это, знаете, нет ничего хуже, чем каралоке для джек, у которого есть слух. Есть слух у кого-нибудь? Вот меня поймете. Знаете, как мне грустно, когда рядом кто-то начинает петь. Вот, да. Я думаю, господи, зачем мне Бог дал хороший слух? Жил бы себе спокойно. И кто-то поет, причем долго, от всего сердца, главное, знаете, как бы. Причем он сам не слышит, что он не попадает ни в одну ноту и вообще не ту песню поет. Такое бывает, знаете, интересно. То есть, человек настолько у него со слухом, бывает проблема, что он не тот минус включает, не тот аккомпанемент и реально поет другую песню, ему нормально. Всем остальным плохо. Ну, что делать? Или что делать, если у вас там акулинарные суперспособности? И вас кто-то кормит чем-то там таким ужасным, неперевариваемым. То есть, это все кажется каким-то великим оскорблением, каким-то жутким грехом. На самом деле, нет, люди так живут. То есть, они так реально живут, и для них это нормально, это их реальный уровень жизни. Они должны его проходить. То есть, это их уровень общения. Ну, что делать? Либо нам от них уходить, либо что? Ну, они же такие, они же настоящие. То есть, они реально. То есть, как собака гавкает, вы ее мяукать не научите. То есть, понятно, что она реально громко гавкает. Собака-то хорошая, но гавкает реально громко и долго. А еще интересно, что она, в общем-то, гавкает, когда хозяева иногда уходят из дома. И она целый день гавкает. Даже не гавкает, а воет. И причем потом соседи говорят, вы успокойте свою собаку, она целый день воет. Что вы с ней творите? Они говорят, ни разу не слышали, чтобы она воет. Вы все наговариваете на нашу собаку, она не воет. Это не в нашей квартире. Наша собака никогда не воет. Ну, а что делать? Ну, вот она собака, это ее, как бы, вот такая жизнь реальная. Она, кроме как гавкать, ничего не умеет. А мяукать она точно не будет. Это ее так же, как бы, наша попытка заставить соседей перестать гавкать и начать мяукать. Она, как правило, только накаляет отношения, в общем-то. И поэтому мы можем разок, второе, как-то там, ну, что сказать, ну, когда уже явно все выходит за какие-то пределы, чтобы они знали, что вы тут есть, и вас это раздражает. Ну, а не нужно постоянно вести такую перестрелку, что люди слову сказали им сразу же. Ну, то есть, они же, как бы, хорошие люди-то, понимаете? Люди-то хорошие, просто набор привычек разный. А привычка такая штука, ну, вот она привычка, и причем не факт, что, так сказать, она какая-то прям, ну, супер такая плохая. Ну, ничего такого прям, ну, супер плохого нет. То есть, это такие терпимые вещи. То есть, если сейчас посади тут филолога, то он меня просто расстреляет за мою речь. Вы знаете, как филологи нервничают, сидят на лекциях. То есть, все их филологическое образование, оно противится тому, как я соединяю слова, как я все время что-то повторяюсь, там еще что-то, им все это не нравится. Они приходят ко мне потом после лекции, говорят, вас слушать невозможно. Ну, вы неправильно, там, тут сказали неправильно, здесь сказали неправильно. Нельзя так говорить. Ну, эти катарсис, а не катарсис, как вы говорите? То есть, мы сейчас посадим тут всех филологов, и они будут до вечера спорить катарсис или катарсис. Есть две секты, которые по-разному ставят ударить. И они так и договориться не могут между собой. Я вот даже уверен, сейчас кто-нибудь тоже бы замолновался по этому поводу. Потому что точно знают, как надо, и все, и это начинается. То есть, это некоторая наша вот эта концепция, чтобы мерить мир по себе. То есть, я вот такой, поэтому остальные тоже должны быть такими. И если они не такие, как я, то это плохо. Да не плохо это, то есть, у людей матеряться, это не плохо. Может, это немножко необычно звучит, Но это некоторая их возможность, ну, снять свое напряжение более-менее добрым способом. Потому что, ну, как еще, ну, дать нам в глаз. То есть, есть же два способа снимать напряжение. Психологические и физические. А поэтому люди напряженные, они уставшие, они тяжело работают. И, ну, то сказать, много проблем дома, болеют, печень болит. Все разваливается. Поэтому, ну, что делать? Ну, то есть, это, в принципе, ну, не грех. Это некоторая жизнь, реальная жизнь. Поэтому мы должны уметь проявлять милосердие. Если это не наш реальный уровень воспитания, то есть, это не наши дети, подчиненные ученики, ну, пару раз сказали, как бы, они поняли все, они услышали. То есть, но звук-то он звук. Поэтому люди же не прямо к вам подходят и в лицо матерятся. Ну, просто они, вы знаете, как соседи бывают. Тут они целый вечер вообще орут друг на друга. Ну, у них жизнь такая вечерняя. У меня есть такие, ну, соседи, вот у них там что-то как начинается, в вечерний ору. И вот они три часа там, а вот что-то мебелью кидаются. То есть, там что-то, какой-то процесс такой идет. Им нормально. То есть, это их нормальная семейная жизнь. То есть, они по-другому не могут. У них жизнь такая нормальная. Ну, я привык к этому. А еще у меня есть сосед, который вечно делает ремонт. То есть, он дал себе обет сделать ремонт сам своими руками и на свои деньги. Видно, у него и с деньгами проблемы, и с руками немножко проблемы. И вот он там что-то сверлит всю жизнь. То есть, он что-то сверлит, приходит домой. И прежде чем лечь спать, ему надо что-то посверлить хотя бы чуть-чуть. Ну, и что ему прийти и отреть, что ли, от него отобрать? Что с ним делать? Ну, это реально раздражает. Реально раздражает. Но ничего, приходится привыкать. Никуда не денешься. Ну, то есть, ну, поймите, что есть вещи не очень такие прямо уж жуткие, но которые нужно уметь, так сказать, просто пару раз сказать и, в принципе, понять, что не нужно накалять атмосферу, потому что только хуже будет. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Лучше терпеть честные маты от соседей, чем тайные подлости от них. В сто раз лучше. То есть, всегда нужно разум применять и взвешивать. Что еще такое разум? Разум – это понимать, чем все закончится. Если есть такой принцип войны, начинать войну можно только в одном случае. Кто знает в каком. В случае уверенности в своей стопроцентной победе. То есть, если вы уверены, что вы и так на них будете воздействовать, что они стопроцентно вас поймут и перестанут материться, в этом случае можно начинать войну. И в ней тогда можно победить. Если вы не уверены, что ваша силу хватит, а чтобы переделать целую семью, которая по-другому жить не может, то тогда просто обозначьте свои желания и радостно живите дальше. Потому что мир такой, тут нам много что не нравится. Тут нас комары кусают. Тоже мне не нравится. То есть, у меня была такая надежда. Я думал, сейчас приеду в Академгородок, буду тут каждый день гулять по лесу, хоть подышу свежим воздухом. А они меня все ждали в лесу. И прямо было видно, что они обрадовались, что я пришел. Вон пришел, смотрите. Поэтому оказалось, что по лесу ходить нельзя, по нему можно только бегать. Бегать я небольшой любитель. Поэтому пришлось не ходить по лесу. Что делать? Реальность такая. Ну что мне делать теперь? Взять диклофос и пойти в лес, чтобы тут бороться с комарами? Вы, конечно, мне, может быть, даже скажете спасибо. Но будет это выглядеть смешно. Поэтому, видите, как бы, есть некоторая проблема. Так же и люди, но люди тоже немножко кровь нашу пьют. Тоже у них такая немножечко комарийная задача. Потому что человеку каждый день, а целый день кто-то кровь пьет, и ему кажется, что это нечестно. Поэтому он вечером кого-нибудь находит, тоже перед сном немножко кровью попьет. Ну, чтобы как-то баланс. Особлюсти. У него же все кровь выпили. Ему нужно немножко повсполнить кровь. Поэтому он чуть-то тоже немножко попьет. Ну, жизнь такая, что-то делаешь. Ну, то есть будьте разумными. Не пытайтесь мир поменять очень сильно. Потому что у мира есть, так сказать, некоторая стабильность. И скорее мы сломаемся, чем мир так просто поменяется рядом с нами. Поэтому нужно быть уж точно уверенным в своих силах, чтобы менять того, кто от нас точно не зависит. Поэтому, ну, ничего такого особенного. То есть, в общем-то, есть во всем некоторый для нас урок, поэтому попытайтесь его извлечь. Все, что происходит плохое, оно, как правило, приходит для того, чтобы проявить контраст. Поэтому на фоне плохой речи для вас будет особенно приятно звучать речь культурная. Она станет для вас действительно ценной. Так же, как золото на синий бархат выкладывают. И золото становится особенно красивым. Если золото просто на стол положить, то ничего красивого не будет. Какая-то штука валяется. Если золото положить на синий бархат, видели в магазине золота, как они устроены, то золото тут же становится супер привлекательным. Вот так же и, в общем-то, жизнь. Она некоторые вещи для нас делает привлекательным за счет того, что мы видим это в сравнении с чем-то другим. Поэтому так здорово пообщаться с хорошими людьми, понимая, что это действительно большая редкость, а когда 50 человек не матеряются, не ругаются, культурно общаются друг с другом. Действительно большая редкость в наше время. Это некоторые вот тоже для нас такая позитивная вещь. То есть, ну все плохое, в конце концов, оно оттеняет все светлое. Все темное оттеняет все светлое. Без теней картинка некрасивая получается. Мы замечали, когда на картинке нет теней, то все некрасиво. Поэтому, ну, художественное искусство, оно в чем состоит? Тени надо правильно нарисовать. Это одно из, в общем-то, частей, ну, художественного искусства. Мало просто нарисовать правильно, то что главное тени еще правильно нарисовать. То есть, если, например, просто лес нарисовать, тупо вот, без ничего, то это будет просто лес. Но если правильно тени нарисовать, это будет уже очень красиво. Поэтому посмотрите на красивые картины, там всегда тени прорисованы. Потому что тени, они вот дают эту глубину Оттеняются, дают эту красоту Искусство теней Так что вот и наша жизнь Она такая же То есть мы увидели тень, значит надо посмотреть Что эта тень оттеняет И больше это ценить Может мы недостаточно ценим Что-то Поэтому приходят тени Чтобы показать на важность Происходящую Ну так все Субтитры сделал DimaTorzok